Привет, друзья! Вы смотрите Кулинарную Пропаганду, и с вами я, Дмитрий Фреско. В одном из прошлых видео спрашивал вас, мои уважаемые зрители, что бы вы хотели увидеть. Ждал в зал ваших комментариев и дождался на свою голову. Большинство лайков, целых 4, собрали хинкали. Вот так под Кузьмиле. Хинкали я никогда не готовил. Да и ел их, признаться, всего два раза в жизни. И оба раза они не произвели на меня никакого впечатления. Видимо, поэтому я готовил манты, готовил пельмени, а до хинкали руки как и не доходили. Ну то есть как не доходили? И фарш, и тесто по отдельности я, конечно, делал, но вместе в виде хинкали их не собирал. Вот сегодня и попробую. Поехали! Сначала тесто. Сразу хочу отмести всякие шаманские танцы вокруг него. В самом базовом, примитивном варианте нужна вода, нужна соль и нужна мука. Всякий раз, когда какой-нибудь кулинар начинает вещать о замесе исключительно на ледяной воде, или на кипятке, или в три подхода с сочтением молитв и отбиванием земных поклонов, у меня скулы сводят от скуки. Для хинкали, или мантов, или пельменей, нужно эластичное тесто. Добавлять яйца, молоко или масло – это личное дело каждого, и дело его вкуса. Я вам больше скажу, не будучи профессиональным дегустатором, вряд ли кто-нибудь при слепой дегустации разберет, какое там конкретное тесто, с молоком или без. Эластичность теста определяется наличием развитой кальковины. Об этом я специально снимал ролик. Смотрите здесь. Так что все, что нам нужно, это старательно вымешивать тесто не меньше 20 минут. Это если руками. В миксере, конечно, минут за 12 справиться можно. Тесто достаточно тугое. Если вы делаете его в миксере, следите, чтобы он от нагрузки не сгорел. Замесилось. Сейчас накрою его пленкой. И пусть оно постоит минут 20. За это время кальковина окончательно набухнет. Тесто после этого станет очень эластичным. А я займусь фаршем. Для него я взял баранину, лук и пряную зелень, кинзу и мяту. И, конечно, два острых ножа. Сначала его надо порезать. Примерно вот такими кусочками. Любая мясорубка неизбежно давит мясо. А самый вкусный и сочный фарш получается, если делать его так, как делали во времена, когда еще мясорубки не было. А именно, рубили ножами. Представьте честно, так и не могу сейчас ответить однозначно на вопрос, чем хинкали отличаются от пельменей. Ну, кроме формы и размеров, понятно. Или от бурятских пост или бус. Например, грузины говорят, что в фарш для хинкали добавляется много воды. Поэтому она очень сочная. И хинкали, соответственно, замораживать нельзя. Из-за расширения воды тесто может потрескаться. Однако за Уралом фарш для пельменей мастера добавляют вместо воды колутый лед в большом количестве. В результате замораживать можно. И без заморозки ничего не трескается. А бульона у них столько же, сколько в хинкали. Короче, суть любого блюда пельменного типа – сочный фарш, завернутый в тесто, который должен удержать себе сок. А уж как это блюдо называть? Хинкали, манты, гуузы, баудзы, пельмени, вантоны, тертеллини, лиравиоли. Личное дело каждого. Мы же просто готовим вкусную еду. Кстати, для хинкали совсем не обязательно использовать баранину. Говядина тоже хороша. А можно использовать смесь говядины и свинины. Если соберетесь скрубить мясо ножами, так же, как и я, обращайте на такую деталь. Время от времени нужно протирать лезвие ножей от налипающего на них сала. Потому что оно закустевает, и кусочки мяса начинают прилипать к ножу и разлетаться по всей кухне. Поэтому таким легким движением салфеточки лезвие очищаем. И продолжаем. И еще одна деталь, касающаяся удержания ножа. Смотрите, нож имеет достаточно массивную рукоятку и такое же массивное лезвие. Центр тяжести у него примерно вот в этой точке находится. Поэтому, чтобы не напрягать руки, я удерживаю как раз в этом месте нож двумя пальцами. И во время рубки, видите, что происходит, ручка ударяется о подушку кисти, не знаю, как она называется, и сама под своим весом падает. То есть напрягать руки не надо. Тогда все происходит очень легко и просто. И еще одна тонкость. Фарш для таких блюд нужно получить настолько сочным, насколько это вообще возможно. Для этого, собственно говоря, мы и добавляем в него воду. Но при этом важно, чтобы фарш не тек. Так вот, в мясо для вкуса я добавляю лук. Но я ни в коем случае не пропускаю его через блендер или через мясорубку. Эта луковица содержит примерно 150 мл сока. Если я ее измельчу в блендере или пропущу через мясорубку, то фарш я смогу добавить как раз вот на эти 150 мл воды меньше. А если луковица будет порезана мелкими кубиками, то в фарш я смогу добавить воды столько, сколько захочу. Нет, конечно, но значительно большее количество. Пока он нарезан ножом мелкими кубиками, весь луковый сок содержится вот в этом кубике. Но лук надо нарезать действительно мелко. Иначе за время варки он просто не успеет размягчиться и фарш попадаться в крупноватые кусочки лука. Это не всем нравится. Мятую кинзу я тоже мелко порублю. В грузинской кухне немыслимо и без кинзы, да и вообще без огромных пучков пряной зелени. А теперь все смешиваю. Лук, зелень, соль. Перец. Буду рукой мешать, как все нормальные люди. Вот смотрите, какой он. Еще бы немного воды, и он бы уже потек. Представляете, сколько бульона будет в готовом хинкале? Размеры хинкали зависят от вашей хлебосольности и от аппетита ваших гостей. Некоторые грузинские повара считают, что настоящие хинкали только тогда хинкали, когда, неосторожно уронив, можно расплющить новую. Я к таким ортодоксам не отношусь, поэтому буду лепить хинкали такого размера, чтобы дети могли их поднять. Есть разные способы раскатки лепешек. Я хочу попробовать вот такой старинный грузинский. Правда, для них нужна деревянная формочка, а у меня только железное кольцо. Но буду надеяться, что и с ним все получится. Для начала я раскатываю тесто до толщины примерно в сантиметр. А теперь вырезаю кружки. Остатки теста собираю и опять раскатываю. И опять режу. И так до победного конца. Теперь осталось только раскатать. Тут тоже не все так просто. Тесто для хинкали раскатывают не в пример толще, чем для уральских пельменей. Потому что размер у хинкали взрослый. Едят их руками, поднимаясь за хвостик. И под весом начинки тонкое тесто может просто порваться. Не знаю, как вы, а я уже очень проголодался. Поэтому прежде чем собирать хинкали, поставлю воду для них и сразу же ее посолю. Выберу самую большую кастрюлю в доме. Наступает кульминационный момент. Я начинаю делать то, что раньше никогда не делал. Вернее, делал, только в тот момент я думал, что собираю манты. Обратите внимание на способ защипывания хинкали. Собираю вот такие складки и прищипываю аккуратно. А вот теперь этот конец зажимаю очень плотно. Проворачиваю и отрываю. Нет, не нравится мне такая манера сборки. Столько теста в отход идет. Внимание, монтаж! Все хинкали слеплены. Отправляю их в горячую воду. Должно быть просторно в кастрюле. После того, как всплывут, еще минут 10-15 им варится. Мешать их не надо. Лучше просто встряхнуть слегка кастрюлю. Самый простой вариант подачи, аскетичный. Просто посыпаю их черным перцем. Но я бы поставил рядом аджику, кемали, мацони. Может быть, вы вспомните еще какое-нибудь грузинское слово. Вот я и добрался до самого любимого момента съемок. Снятия пробы. Идят их руками, поднимая за хвостик. Смотри, для первого раза неплохо. Держится. Самое главное, не пролить ни капли сока. А сока здесь более чем достаточно. Аромат пензо и мяты просто фантастический. А учитывая, насколько я люблю блюда пельменного типа, а кто их не любит? Нет, правда, ум отъешь. А хвостик не едят. Он просто не успевает провариться. Друзья мои, был неправ. Даже с моими вот этими вот первоопытными хинкалями вкус превыше всяческих похвал. Фарш настолько вот мокрый, влажный, сочный, дал столько бульона. Просто потрясающе. Смело делайте, настоятельно рекомендую. Я раньше, когда манты делал, не доводил его до такой степени жидкости. И зря, как я сейчас понял. Просто супер. Просто нет слов. Спасибо за компанию. Понравилось. Ставьте лайки. Делайте репосты. Новые зрители, подписывайтесь. Заглядывайте, кстати говоря, вот сюда. Здесь для новых зрителей информация. Специально для вас, то есть. Жду от вас новых пожеланий о роликах. Может, я еще для себя что-нибудь открою? Какое-нибудь классное блюдо. До встречи через неделю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok